Актуальное интервью Про стоимость своих вещей Куртка 73 тысячи, кроссовки 14 тысяч, носки 2 тысячи и так далее Интересно другое На вопрос, где ты учишься, мальчишка просто ответил в шараге Именно так он называет Московское президентское кадетское училище войск Национальной гвардии Российской Федерации Как называют свое учебное заведение кадеты казачьего кадетского корпуса города Буденовска И нормально ли для современных подростков такое отношение к своей школе Сегодня спрашиваем у Светланы Владимировны Бессмельцевой Руководителя музея наследия имени героя Российской Федерации Володина казачьего кадетского корпуса Буденовска Светлана Владимировна, здравствуйте Здравствуйте, Олег Здравствуйте, зрители, которые будут нас смотреть и слушать Светлана Владимировна, вот в своей преамбуле первый вопрос нашего с вами интервью я уже обозначил И в продолжении сразу же второй вопрос Чем отличается корпус казачий кадетский от обычной школы? Итак, как называют ваши учебные заведения ваши кадеты? Нормально ли та история, которую вот вы сейчас услышали от меня? И чем отличается ваш корпус от обычного учебного заведения? Вы знаете, Олег, прослушав это повествование, я для себя отметила, что случай скорее частный, чем показательный И совсем не хочется почувствовать и проявить сопричастность наших кадет к этому прецеденту Потому что у нас у каждого есть свой опыт И вот мой опыт все-таки свидетельствует и говорит о том, что наши дети, воспитанники казачьего кадетского корпуса Традиционно, знаете, как, наверное, в народе повелось Дети иногда говорят, где ты учишься? В художке, да? Или там, я закончил мореходку Вот с любовью наши воспитанники-кадеты говорят, что если это обывательское общение Друзьям, которые учатся в обычной школе, они могут сказать, да, я учусь в кадетке И в этом будет присутствовать некая гордость, скажу я так От того, что он сопричастен к тому, что очень долгое время для жителей нашего города было диковинкой Необычным, новым видом предоставления образовательных услуг А сегодня, когда мы уже существуем 8 лет, корпус открылся в 2012 году Нам приходят учиться дети, которые не просто хотят посмотреть, что же это за диковина такая кадетка Да, а уже есть определенный, скажем, такой образ, да, для жителей нашего города и не только Потому что у нас созданы некоторые условия для приема иногородних Хотя не в таком объеме, в котором мы хотели бы Но сегодня, собственно говоря, кадеты, я думаю, с гордостью носят это звание Особенно те, кто мотивированно пришел к нам учиться, понимая зачем И те дети, которые уже учатся не первый год, уж они точно могут сказать, чем отличается казачий кадетский корпус от обычной школы Ну вот все-таки от вас хотелось бы услышать, потому что я все-таки не услышал Чем отличается кадетский корпус от обычной школы? Что там такого у вас есть, чего нет в обычном учебном заведении? Да, продолжаю отвечать на вторую часть поставленного вопроса Набор осуществляется в наш казачий кадетский корпус по заявлению И те дети, которые изъявляют желание учиться в казачьем кадетском корпусе По мере прохождения приемной комиссии, где достаточно серьезным критерием отбора является в первую очередь состояние здоровья Вот одним из условий состояния здоровья почему является? Потому что это повышенные физические нагрузки, это строевая подготовка И все те условия, которые также отличают нас от обычной школы, это полный день Да, то есть дети у нас находятся с утра и до пяти часов Это те, которые отбывают после учебного процесса и дополнительного образования домой И часть контингента у нас остается на круглосуточное проживание Поэтому если претендент соответствует основной группе здоровья Мы даем возможность ему стать воспитанником казачьего кадетского корпуса И отсюда он уже будет узнавать какие же еще такие отличия Не только в продолжительности нахождения в стенах корпуса Это и предоставляемые образовательные программы дополнительного образования внеурочной деятельности Здесь достаточно широкий спектр Потому что мы реализуем, как это происходит в обычной школе, еще казачий кадетский компонент Вот это главная отличительная составляющая Светлана Владимировна, вот слушая вас, мне вспомнилось мое убеждение Да не вспомнилось, а хочу озвучить его Возможно я ошибаюсь, может быть вы меня переубедите в этом Мне кажется, что все-таки детям быть в военной форме не нужно Потому что они дети и понятия детства и война, они совершенно разные Абсолютно рядом стоять никогда не могут А все-таки военная форма, она и называется военная То есть слово война уже присутствует Все понятно, что необходимо учить молодого человека защищать свою семью, свою родину Давать свой долг стране, в которой родился и вырос Но тем не менее, это же можно сделать позже Когда, допустим, молодой человек становится уже юношей Который начинает становить себя мужчиной А когда 12-летние, 10-летние мальчишки ходят в военной форме Мне кажется, это не очень нормально, нет? Но, видите ли, мы не ставим такую сверхзадачу Набирая воспитанников Готовить их непосредственно только к будущему несению военной службы Здесь речь идет о том, что в создаваемых специальных условиях получения образования С учетом того, что мы перенимаем и развиваем те самые лучшие традиции Кадетского образования со времен еще царской России Не мы их устанавливали, а мы являемся продолжателями И создаем условия для развития того лучшего опыта Который накоплен прежними представителями военной профессии Как мы говорим, есть такая профессия родину защищать Но пока наши мальчишки поймут, осознают, что они действительно могли бы стать военными Кто-то захочет, а кто-то нет Здесь скорее можно рассматривать ношение форменной одежды Повседневного камуфляжа Традиционной парадной кадетской формы Темного цвета с ее алыми погонами Как символ, как атрибут принадлежности К тем самым лучшим представителям нашего общества Которые в разные времена отстаивали нашу родину И вот позволяя детям быть причастными к возможностям К возможности узнать, вспомнить, развить Вот здесь как раз таки военная форма Форменная кадетская одежда Она является аспектом дисциплины И вот здесь уже можно извлечь массу самых разных воспитательных моментов Как ребенок себя позиционирует в этой форме Среди других детей, оказываясь на общегородских мероприятиях Какой он вкладывает смысл своей причастности к кадетству И элементарный быт А в каком состоянии он научился, например, содержать свою форму Насколько он уже сам готов обеспечить свой внешний вид То есть это уже такая школа мини-мужества Такая, как армейские будни Они как театр с вешалки, так кадет начинается с опрятности Ну вот вы уже начали практически отвечать на мой следующий вопрос Потому что перед нашим сегодняшним интервью Я внимательно посмотрел ваш сайт Почитал все материалы, которые там опубликованы И могу сказать, что приоритетными направлениями воспитательной работы Деятельности педагогов казачьего кадетского корпуса Буденовска Как обозначено, опять же, на сайте учреждения Являются гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание Что, Светлана Владимировна, сюда входит? Что это за направления такие конкретно и популярно? Давайте объясним нашим телезрителям Ну вот если как раз-таки про популярность Говоря, скажем, о первом аспекте Гражданско-патриотическое Задавая вопрос, да, обыватель Может ответить на него кто? Гражданин, патриот, да, и отсюда все вытекающие Развивать эти особенности личности, модели выпускника Мы стремимся всеми возможными способами, средствами, методами образования и воспитания Именно так у нас построен и учебный план, и план дополнительного образования, и внеурочной деятельности Здесь действительно арсенал средств и методов очень велик Массовые мероприятия Это как раз-таки вот такая военная, патриотическая направленность Мы же в свою очередь в нашем коллективе делаем особый акцент на духовно-нравственном воспитании И вот здесь как раз-таки наш инструментарий и кадетского компонента, и казачьего Предоставляет нам очень-очень широкие возможности Те традиции духовности, нравственности, которые до нас были сформированы и переданы нам особенностями кадетского образования и духовных, православных канонов казачества Вот здесь, конечно, мы стараемся предоставить возможность нашим воспитанникам формировать вот то самое, где можно уже ответить не на вопрос «Кто я?», а «Какой я?», «Насколько я духовный?», «Насколько я нравственный?» И чем, собственно говоря, отличается человек, обладающий этими особенностями от обычного, который не получал такие возможности для развития этих своих качеств и сторон личности? Ну вот все-таки, по мнению вашего педагогического коллектива, патриотизм, наверное, это слово можно сказать Для молодого человека самое важное – это защищать свою семью или все-таки защищать свою родину? А вот знаете, если мы будем говорить о комплексной модели выпускника нашего корпуса, то патриот – это человек, обладающий синтезом этих качеств Это и любящий свою малую родину, любящий свою страну, понимающий, как должно вести себя в экологическом пространстве И все это мы им предоставляем не на теории, а на практике Как мы себя чувствуем в стенах и на территории корпуса, а главное – как мы взаимодействуем с семьей, с социумом И создавая условия для формирования всех этих компонентов, мы практику внедряем Именно массовые патриотические мероприятия – это и семейные вечера, это и возможность приглашать родителей Не только на какие-то лектории и беседы, а именно во взаимодействии И здесь мы получаем модель патриота, не тот, который шашкой машет, например, который в ружье встает А тот, который пошел, посадил дерево, подмел плац, отмыл стены до блеска в корпусе Следит за собой, за своим внешним обликом, потому что именно он – лицо той частицы патриотизма, которой является образ кадета Совершенно с вами согласен, вы упомянули о взаимодействии педагогического коллектива с семьей Поэтому следующий вопрос будет звучать так Многие родители, и по собственному опыту я тоже знаю, сегодня сталкиваются с проблемами в воспитании своих детей К сожалению, во времена СССР таких проблем было гораздо-гораздо меньше Как сегодня ваши педагоги, педагоги кадетского корпуса, помогают родителям вот эти трудности в воспитании своих отпрысков преодолевать? Да, действительно, мы понимаем, что тенденции современного общества, да, они меняются Скорости растут при образовании, соответственно, меняется и поколение И не будем лукавить, да, приходят родители, приходят очень часто представители семьи Например, одна мама, которая возлагает надежды на корпус и говорит, не очень сложно воспитывать его Может быть, уже вам удастся И тут действительно мы понимаем, что люди ждут от нас помощи Чем же мы можем помочь семье? Неполной, полной, вообще в целом, да, как мы будем взаимодействовать? Для семей очень важной составляющей является, например, то, что дети, пребывая в стенах корпуса Те, которые на круглосуточном пребывании получают пятиразовое питание и форменную одежду И камуфляжную, и парадную Дети, которые уходят домой после процесса образовательного и воспитательного Трехразовое питание А сегодня ведь не в каждой семье такие вот широкие возможности, да Даже иногда, знаете, возникает мнение, что когда ребенок носит форменную одежду Семейный бюджет, он действительно каким-то образом остается более сохранным Нежели в гражданской школе, где, скажем, отсутствовала бы форменная одежда, да То есть это такая вот материальная помощь Она, конечно же, имеет значение Но если оставить вот эти вот материальные Мы, конечно же, помогаем прежде всего возможностями помочь, воспитать Потому что этого от нас ждут Что же мы привнесем в тот быт, в тот пульт, который в разных семьях складывается по-разному И вот все то лучшее всеми теми средствами, которыми мы владеем Мы стараемся отдать детям Это, конечно, возможно, когда педагоги действительно с любовью относятся к своему делу, да Потому что очень многие аспекты нашей педагогической работы порой основываются на альтруизме А как без него? А как без любви к своему делу, к детям? И поэтому действительно помощь происходит И вот особенно понимая, что мы были полезны, когда обратная связь приходит от детей От тех, кто уже выпустился из тем нашего корпуса, да От родителей И тогда педагоги могут сказать Наверное, возможно, все не зря Светлана Владимировна, я несколько другое имел в виду, задавая вам свой вопрос Чтобы было понятнее, я приведу ситуацию, которая совсем недавно произошла в нашем Ставропольском крае В Железноводске построили новую детскую скейт-площадку И совсем недавно ее просто испортили Причем камеры видеонаблюдения уличные зафиксировали это Это сделали те же самые подростки, для которых эта площадка была построена Я имел в виду вот это Потому что многие родители не могут, не в состоянии контролировать своего ребенка Ребенок неуправляемый, он делает нехорошие, некрасивые вещи Вот могут ли ваши педагоги каким-то образом помочь родителям этого ребенка, этого детятю Направить на путь истинный Рассказать ему, почему так плохо, а нужно делать вот так, вот так хорошо Естественно, все то, что мы делаем, да, планируя способы воздействия и взаимодействия с личным составом, с воспитанниками Это как раз таки показать, как не надо Показать самые лучшие примеры поведения Будь это знакомство с опытом прошлого Будь это вариативное какое-то взаимодействие в ходе дискуссионных мероприятий, клубов, в ходе каких-то исследований Здесь, конечно, огромное значение в том числе имеют и личности самих педагогов и воспитателей То есть можно сколько угодно поучать и не являть из себя пример И вот такое вот комплексное взаимодействие на лучших примерах Воспитание на лучших традициях и именно с практикой И позволяет уже детям понимать, почему я так не сделал бы и почему я это не сделаю И, видя в сети, в жизни такие проявления, как минимум воспримет Я точно знаю, что так не надо поступать Потому что у меня есть другой полученный опыт Меня этому учили, мне об этом рассказывали Я, слушая вас, делаю вывод, что вот лично вы, вашими коллегами, педагогическим составом кадетского корпуса вашего Очень гордитесь Кстати говоря, о гордости Гордость школы Эта фраза, она до сих пор очень актуальна со времен СССР До сих пор она в ходу в каждой школе Чем или кем гордится ваш казачий кадетский корпус? Да, действительно, расхожая фраза, что школа сильна славой своих выпускников Мы тоже можем добавить, внести свою лепту в подобное прочтение Перефразируем корпус и его гордость На сегодняшний день из стен нашего корпуса выпустилось уже 4 выпуска Мы подготовили и отправили в большую жизнь И уже можем сказать, что пока все они еще являются студентами Получают кто-то высшее образование, кто-то среднее Потому что только 4 года прошло, кто-то уже близок к финишу Но действительно так приятно осознавать, что среди наших воспитанников Есть те выпускники, которые отправились, чтобы связать свою жизнь, например Кто с чем Есть ребята, обучающиеся в сфере IT-технологий, СТФУ Есть воспитанники, получающие лечебные специальности и профессии Обучающиеся на врача, например Если сказать о том, что от нас порой стереотипно ожидают Что есть ли поступившие высшие военные учебные заведения То кто же пошел по военным стопам и составляет нашу некоторую гордость Есть ли такие? Могу сказать, что есть те, кто учится в колледже МЧС города Георгиевска В школе Олимпийского резерва в Ставрополе Есть выпускники, обучающиеся в филиале Голицынского пограничного института ФСБ России в городе Ставрополе Трое наших выпускников получают образование в военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже Также в артиллерийском инженерном институте города Пензы Двое учатся в Михайловской военной артиллерийской академии города Санкт-Петербург И в высшем военном Ярославском училище ПВО Вот такой у нас список, такая наша маленькая гордость Достаточно такой обширный список у вас вашей гордости, человеческой гордости Но сейчас у нас совсем немного времени остается до конца передачи Хотел бы попросить вас рассказать еще об одной гордости вашей школы Потому что не каждая школа может посхвастаться настоящим музеем А он у вас есть, и вы, Светлана Владимировна, руководите музеем наследия Для чего он нужен? Что ребята там могут посмотреть в этом музее? Да, наш музей создан с момента формирования корпуса Музей паспортизированный Включен в реестр школьных музеев То есть мы имеем свидетельство о государственной регистрации Профиль нашего музея историко-краеведческий И если говорить стереотипно, то музей это место, где живет память Но мы позиционируем наш музей как целую лабораторию И когда решался вопрос, как назвать наш музей Было учреждено название наследия И впоследствии, когда происходила процедура открытия музея торжественного В 2015 году мы были почетно удостоены права носить имя, звание героя Российской Федерации Николая Николаевича Володина И его вдова с сыном приезжали к нам из Саратова Для того, чтобы принять участие в торжественном открытии нашего музея И вот вся эта наша лаборатория, весь арсенал средств музейной педагогики Позволяет ребятам не только знакомиться с памятью Мы так говорим, чтобы помнить нужно знать Мы их знакомим А самое главное, позволяем чувствовать Приходя в музей и соприкасаясь с непосредственными атрибутами Артефактами прошлых событий Спектр экспозиции у нас достаточно широкий От казачьего быта и славы До современных событий Описывающих военные конфликты, происходящие в настоящее время На территории Чеченской республики Это уже история События в Сирии Потом наш город печально известен тем, что события 1995 года Черный июнь Это в том числе часть внешней экспозиции нашего музея Это часовня имени великого благоверного князя Михаила Тверского Потому что наш город Буденовск является городом-побратимом Твери И тверетянами была любезно подарена эта часовня нашему городу Которая с 2012 года принесена на территорию корпуса И вот здесь так много всего можно детям показать, рассказать На внутренней экспозиции музея На территории внешней экспозиции в часовню Плюс у нас есть достаточно большие планы по расширению экспозиции Вынесение ее на территорию Чтобы у нас были внешние полномасштабные макеты казачьего куреня Конюшни, например И так далее Всего того, что из себя включала казачья подворья, казачья застава И знакомить детей с укладом, с бытом С возможностью жить, строить, растить и воспитывать детей Как это делали казаки в самых лучших своих традициях Развивать основы православия Сейчас очень много мы для этого делаем Наши дети встречаются со священниками Это в системе происходит Они изучают курсы специальные Это и истоки, и православная культура И история казачества на Ставрополье То есть очень-очень много всего И познав теорию, приходят в музей, в часовню Видят все это на практике Наши дети знакомы не понаслышке С духовностью, с нравственностью И мы очень много делаем для того, чтобы все это развивалось, прорастало в наших детях И приносило плоды Светлана Владимировна, я благодарю вас за сегодняшнее интервью И, конечно, благодарю вас за ту очень нужную, важную и порой нелегкую работу, которую вы делаете Нашим телезрителям напомню, что сегодня В актуальном интервью мы беседовали со Светлана Владимировна Бесмельцевой Руководителем музея наследия имени Героя Российской Федерации Володина Казачьего кадетского корпуса города Буденовска Вы смотрели актуальное интервью С вами был Олег Исаев Оставайтесь на своем Субтитры создавал DimaTorzok